это вот из благоприятных направлений северное и восточное направление это хорошее направление лучше чтобы оттуда поступало меньше энергии нужно еще чтобы там было открытое пространство то есть если это находится в квартире то нужно будет северо-восток очистить от всего что там ненужное стоит но мы к этому еще потом вернемся когда может быть будем про квартиры разговаривать что что же сделать чтобы улучшить обязательно нужно будет сказать потому что я думаю что это очень интересно нашим радиуслужащим давай тогда сейчас быстренько пробежимся остальные направления теперь у нас венера венера отвечает за юго-восток за юго-восток но первый сначала за юго-восточный угол венера за юго-восточный угол отвечает венера там очень хорошо располагать кухню либо такую спальню для девочек потому что все-таки венера это женские энергии и если там находится спальня мальчика либо там кабинет у мужа то может оказаться так что появится такие качества как пленности желание там отдохнуть ничего не делать отсутствие цели но для кухни это идеальное место потому что там за этот же угол отвечает огонь в первой линии и поэтому приготовленная там вида будет всегда очень вкусной но есть такой момент люди у которых открыты сильно то есть открыто что значит это означает что там есть либо окна либо двери да много либо балконы какие-то и когда вот юго-восток очень открыт то часто бывает что люди склонны к бюроству то есть вот это вот любовь наслаждению через еду она будет присутствовать поэтому тут тоже такой нюанс но для кухни все таки это очень хорошо и для женских энергий потому что это повышает творческий потенциал если юго-восток квартире или доме отсутствует то это грозит именно проблемам женской половине тех кто живут в этом доме либо квартире очень общеважно когда покупаете дом или квартиру посмотреть чтобы все углы были на месте чем больше углов на месте тем более полной и более правильной будет ваша жизнь отсутствие какого-то из углов оно именно приводит к проблемам в той сфере за которую этот угол отвечает иногда вот такие вещи что казалось бы все хорошо переезжаем куда-то покупаем участок какого-то угла нет и начинается проблема либо по женскому и по здоровью либо по мужскому здоровью либо у детей либо по финансам поэтому если есть возможность то нужно лучше переехать да я есть есть истории да что даже переезжают люди и сразу жизнь налаживает и теперь у нас осталось южное и западное направление южный это марс насколько я помню на южный отвечает нас и энергия там достаточно такая агрессивная жесткая окна на юг не очень благоприятны в том плане что они добавляют мужской энергии женщинам которые там живут могут возникать ссоры а мужчины могут если они не занимаются спортом они будут увлекаться алкоголем и вот в этом вот проблема может быть россии в том числе потому что у нас строится очень много зданий помещений с окнами на юг особенно в деревнях потому что считается что оттуда приходит солнце и очень сложно бывает людей переубедить потому что они говорят ну как же мы же хотим солнце а солнце на самом деле на востоке естественно да солнце на востоке но вроде как юга юга теплее да это такой паттерн который в головах западное направление тоже не очень хорошо открывать насколько я знаю да это же его нужно закрывать и утяжелять это направление все верно запад отвечает такая планета как сатурн она самая удаленная она самая тяжелая и поэтому она несет но сама медленная шай не очень медленный поэтому она несет задержки проблемы какие-то может дать и болезни депрессивное состояние это вот все может быть и если открыты западные окна но с другой стороны она западные окна могут быть благоприятны для тех людей которым нужно чуть-чуть добавить все себе в жизнь дисциплины служение естественно что вот я и сразу это идеальный вариант да ну есть разные сферы жизни есть разные бизнесы день нужно чтобы были открыты разные углы например вот мы не прошли мы не задели юго-запад юго-запад отличает такая теневая планета как раку в общем часть демона и с ней связано все что нефти масла какие-то все химическое яду и все прочее прочее и поэтому например если компания занимается нефтью или еще чем-то вход с юго-запада будет очень благоприятен для них благоприятен заправочные станции наверно страшные станции заездки запада вот поэтому зависимость или юг может быть открыт если там построить спортзал то действительно будет очень активность такая повышенная или можно еще с юга и с выходом на юго-восток построить ресторан что тоже будет благоприятно поэтому мне не все что когда все удивительно вот как только тебе даже минимальном объеме открывается это знание ты вдруг понимаешь что общем как как просто все сделать на юго-востоке должна быть кухня и соответственно ресторан это он сразу соответственно со входом на юго-востоке он будет более удачным есть какие-то истории такие жизни которые показывают именно вот когда люди что-то изменили там приобрели какое-то память помещение или оформили и у них там вот стало процветание вдруг в их жизнь пришло да есть такие истории и даже когда просто наблюдаю за тем как у нас городе построены здания то практически сразу становится понятно почему идет процветание ну допустим возьмем и я фактически 90 80 процентов уверена что люди которые построили там здание они знали про это про эти данные например у нас недавно построился большой центр торговый центр торговых центров сейчас построено очень много и у него очень удачное расположение в том плане что у него вход расположен основной вход с северо-запада мы про северо-запад не поговорили еще северо-запад это энергия воздуха и отвечает за это направление луна и это очень благоприятно для того очень благоприятно для бизнеса именно для продажи купил продал то есть много людей заходит и много людей выходит движуха такая образовывается и поэтому достаточно благополучный центр он очень быстро развился хотя казалось вначале вряд ли очень удобно у него расположены заезды это тоже влияет то есть заезды севера и востока не более благоприятные чем запада и юго-запада другой комплекс у нас где проходят сейчас листовки у него в детстве с юго-запада энергия раху это даже это не амбиции это там ни на чем не основанная амбиция да то есть основанная амбиция у раха это не основанная амбиция и во первых во время стройки было очень много проблем и до сих пор то есть был заявлен как очень такой интересный проект амбициозный такой проект да в итоге получается все не так хотелось бы да 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 скажи пожалуйста светик а когда ну вот у нас мы поговорили о направлениях а теперь а что делать да вот ты начинаешь думать а как же мне поправить пространство что же мне сделать какие способы какие упаи да можно же сказать упаи для вас то тоже да да наверное если использовать упаи в плане именно как санскритском да то есть то что какие-то действия которые направлены на улучшение взаимодействия с планетами соответственно на улучшение нашей жизни туда нужно есть и два основных правила первое правило нужно определить и где находится в квартире северо восток и этот северо восток очистить от всех тяжелых предметов потому что считается что на северо востоке лежит есть такой домовой, как у нас, а в Васту есть такой персонаж, как Васту Пуруша. И вот он вписан в этот четырехугольник, и у него голова находится на северо-востоке. Естественно, если на голове стоят какие-то ненужные предметы, то это неблагоприятно. Чем более свободен северо-восток, тем больше возможностей появляется у человека. Причем возможности разных. То есть у кого-то больше финансовых возможностей, у кого-то больше духовных возможностей для роста, но в любом случае это приходит рост. Да, а еще у некоторых на северо-востоке находятся туалеты, что категорически категорически нельзя. Поэтому, значит, если взять за расположение Васту Пуруша, то, естественно, это должно быть на юго-западе. Хотя бы на юго-западе. Хотя бы, желательно. Хотя бы, желательно. Да, Михаил, абсолютно согласна с вами. Поэтому вот в данном случае нужно будет принимать какие-то меры для того, чтобы исправить... Я думаю, что если туалет находится, надо сразу переезжать. Лучше... Нет, почему? Можно повесить в туалете янтру. Янтру можно повесить, да. Или после, конечно, туалета. Но, тем не менее, нужно, конечно, задуматься о том, что вы когда понимаете, что у вас есть дефекты, находится в туалете не там, где нужно, то нужно задуматься о том, что что-то не так. Вообще, все эти квартиры даются по карме, по тем действиям, которые нужно человеку в данный момент прожить. И когда у вас есть... Сначала вы делаете неосознанное движение, да, переезжаете с места на место. И где-то у вас влучшается, где-то ухудшается. И вы думаете, что все зависит, в общем-то, от вас. От вашего везения и так далее. Я сейчас еще немножко поупираюсь, умеет все будет лучше. Но иногда мы переезжаем в такую квартиру, не очень благоприятно и неудачно. И тогда, если у вас появляется знание о том, что вот северо-востокий туалет неблагоприятный, и вам говорят, что лучше бы переехать. Поэтому нужно эти знания принять. Может быть, нельзя переехать в данную минуту, но можно об этом думать уже. То есть есть знания, значит, есть, они вам даны зачем-то, для того, чтобы что-то исправить. И по поводу северо-востока еще. То есть мы определяем северо-восток квартиры, очищаем этот угол квартиры и очищаем этот угол в каждой комнате. Если нет возможности, там, стоят какие-то тяжелые предметы, можно сделать их более светлыми, там, допустим, шкаф более светлый, там, еще что-то. Там же можно расположить воду, ну, не сам угол, немножко сбоку, ну, не цветы, не аквариум. То есть это не то, чистая вода просто. Это тоже будет, как бы, приносить достаток и открывать вот этот юго-восточный угол. Вы знаете, я... У нас остается очень немного времени, буквально еще минутки 4. Я хотел просто сказать, а может быть, не все знают, но в Соединенных Штатах есть достаточно известное место, которое называется городом, которое называется Лас-Вегас. А в Лас-Вегасе есть очень известный отель, который называется Белладжио. И вот когда-то, когда-то, это даже американцы не знают, кстати, когда-то, когда еще Белладжио не было, но он только строился, пришел архитектор и предложил, ну, будущим хозяевам проект. Хозяева посмотрели и сказали, вы что, с ума там посходили все? То есть стоимость этого проекта была значительно выше, чем стоимость близлежащих отелей примерно такого плана. Ну, на что архитектор сказал, туда вложено, ну, тогда, может быть, я не помню, это был Фэншу или это был Вастушастра, но туда вложено абсолютно все, и в том числе и янтры. И вот тот самый известный всем поющий фонтан, когда музыка и все любуются этим фонтаном, он как раз так и расположен именно в северной части. Там, где предполагается, ну, по именно системе благоприятствования, там должен находиться какой-то водоем, типа колодец, или вот в данном случае это был фонтан. Ну, и янтры, которые находятся внутри, они как-то выглядят, конечно, не как янтры, и никто не знает, что это янтры, на самом деле все думают, что это... Да, ну, какая-то мозаика, какие-то картины там, из которых сложена вот эта мозаика. Ну, а на самом деле это действительно янтры, которые притягивают себе людей, и поэтому уже в течение там чуть ли не первого года вот это строительство, которое действительно было намного больше, чем все остальные отели, это все окупилось слегка, и до сих пор Беладжи пользуется очень большой популярностью, и туда приезжает бешеный. Несмотря на то, что архитектор потом рассорился, но другая история, он рассорился со всеми, и он уехал и построил два других отеля, Диксон и Вин. Эти отели, они немножко находятся не там, ну, тоже на стрите, но там немножко дальше, ближе к даунтауну. Дорогие девушки, у нас вот-вот скоро начнется программа, тоже достаточно интересная, у вас есть пару минут, чтобы, так сказать, завершиться. Самые быстрые рекомендации, что мы, какие янтры мы используем для того, чтобы наше пространство улучшить. Самые лучшие янтры, скажи, пожалуйста, только вот про шри янтру, наверное, еще про какую-то. И можно ли это распечатать из интернета, хотя бы для начала? Ну, да, самые лучшие упаи для квартиры, это, конечно, янтры. Янтры нужно выбирать, то есть их не так просто повесить. Из интернета, ну, не знаю, надо их очень четко проверять. То есть я знаю, что печатные янтры работают, их можно применять, но не так, как медные или там железные. Ну и освещенные, естественно, да. Да, желательно, чтобы они были освещенные, освещенные, ну, то есть вот как вот мы привезли из Индии, да. Это замечательные янтры. Вот, ну, самая популярная это шри янтра, либо васту-куруша янтра. Еще может быть новогракова, то есть янтры 9 километров. То есть когда мы знаем, что дефектов много, мы можем расположить вот именно одну вот эту из этих янтры где-нибудь в центре. Ну, лучше вот так вот сложно давать советы. Нужно, конечно, посмотреть квартиры, потому что у всех в разных местах дефекты. И, Свет, ты даешь консультации, да, то есть это же возможно проконсультировать человека. Я хочу тебя порекомендовать как очень хорошего специалиста, потому что я совсем недавно покидывала твоим советам, и уже я чувствую изменения в пространстве, и мне очень нравится. Я думаю, что наши слушатели можно порекомендовать к тебе обращаться по этим вопросам. Конечно, я вот уже ощущаю изменения в пространстве нашей радиорубки, откуда ведется трансляция. Одно только вот присутствие Насти и Светы здесь уже создает такой, в общем-то, позитивный настрой. Я тоже, кстати, одет в оранжевый цвет. Вот просто вот возьму и покажусь. Поскольку тоже как бы... Я нумеролог на самом деле, поэтому я так скажу... Видите, вот это вот все у меня. Настя у нас не совсем соответствует, но будем считать, что это вот... Вот она, ее уже Светлана просветила о том, что сегодня оранжевый цвет, надо носить... Нет, нет, у меня оранжевый, просто свет, подсветка такая у меня и талатка, и... Да, это... Да, ну, главное, чтобы какой-то цвет где-то присутствовал. Да, так что уже хорошо. Дорогие девушки, нам надо заканчивать нашу программу. Спасибо огромное за участие, было очень интересно, и, может быть, даже мы продолжим потом. Да нет, ну не может быть. Мы будем развиваться в этом направлении. Мы обязательно продолжим. Да, мы обязательно продолжим. Ну, и я хотел поблагодарить наших гостей. Это Настя Хрущинская и Светлана Наумова, которая с нами была, несмотря на поздний час. Сейчас там... Сколько у вас, Света, времени? У нас сейчас почти 23 часа. А, почти один. То есть у нас с вами сколько? 11 часов разницы получается, да? Да, 11 часов разницы. Ну, видите как, с Москвой у нас 9, с вами у нас 11 часов. Ну, а вот самое, можно сказать, раннее утро еще у Насти, которая находится на территории Калифорнии, где на 2 часа меньше, чем у нас. То есть у нас 12, а у вас 10. Вся 10 утра, да. Да. Хорошо, все, на этом мы тогда мы заканчиваем. До следующего четверга. До следующего четверга. Большое спасибо, дорогие друзья, те, кто нас слушали. И скоро вы нас даже и увидите. То есть Сангейтс Радио, вы идете на YouTube, набираете, становитесь, естественно, подписчиками Сангейтс Радио, потому что там будут такие замечательные люди, вот которых вот мы сейчас вот просто любую, смотрю и любую. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До следующих программ. До свидания.